В разгар лета российская поп-ро-группа «Звери» посетила Южную столицу, отыграв сразу два лайв-концерта. Радости поклонников коллектива не было границ, ведь гастролёры исполнили как полюбившиеся хиты, так и редкие композиции, звучащие только в эксклюзивных случаях. Репортерам Национального музыкального ребята рассказали о своих творческих планах и о новой видеоработе, которая носит название «Никуда не надо». Настроенческий ролик про лето, про молодёжь, про отдых. В конце ролика у нас происходит вечеринка. Мы привезли в Одессу аппарат и, в принципе, играли не под фонограмму, когда пишут трек для ролика. А играли живьём, в принципе, вот такая конфигурация была у нас. И каждый дубль мы играли, в принципе, живьём. Вот и всё. И в паузах, когда переставлялись камеры, менялся план. Мы веселили людей и сами веселились, играя всеразличные песни. Смотрю на прохожих, налево, направо. Куда все идут, ведь куда-то всем надо. Кому на учёбу, кому на работу, кому-то навстречу увидеть кого-то. И даже несмотря на то, что в клипе присутствует много сцен, где ребята веселятся на полную катушку, в жизни они предпочитают более размеренный отдых. Ты понимаешь, как с премием СТВ ничего нового ты там не увидишь, и поэтому начинаешь отдыхать по-другому. Мы любили отдыхать. Бурно. Бурно. А сейчас мы любим спать. Сейчас мы любим спать, да. Да не, иногда бывает. Не, иногда бывает. Нет, ну, ты же после концерта не ходишь на дискотеки в клубы. Ну, а пока ещё не закончились солнечные деньки, у участников команды есть время подготовиться к осеннему турне. К слову говоря, география тура, помимо России, охватывает также Европу и Америку. После чего фанатов группы ожидает презент в виде нового альбома The Best. Надо подумать, где будем писать, как будем писать. Хотелось бы записать живьём, все вместе, с тем звуком, который сейчас присутствует в коллективе. Но в России это, к сожалению, можно сделать не везде, то есть практически нигде. Да и боюсь, что таких специалистов достаточно мало в России. Поэтому как-то в задумке есть уехать в Англию и там попробовать. Но мы ещё думаем, как это сделать, чтобы это звучало так, как звучит наша музыка сейчас. Если ты любишь зверей и если ты знаешь, какую композицию ты хочешь услышать на пластинке, то не упусти возможность принять участие в решающем голосовании, о котором будет объявлено дополнительно. И может быть, песня, выбранная именно тобой, попадёт в трек-лист альбома The Best.